Ручник В первую раз вы видели на стримах и сами прекрасно понимаете, что он ничего из себя не представляет Это банальный авиационный джойстик, в котором я просто отрезал рукоять и поставил вместо него водопроводную трубку, как бы это странно мне казалось И просто перемотал ее из оленда, чтобы она красиво выглядела Как видите, у любого цена джойстика есть вот такой вот шток, на котором, в принципе, и держится ручка, но у меня в данном случае на нем держится просто трубка К сожалению, фокус не сработал, но и забейте, в принципе, будьте уверены, это просто обычная пластиковая водопроводная трубка Единственное из доработок у меня было, это я прилепил вот сюда вот, в таком положении, две пластинки текстолита Они зафиксировали положение рукоятки только в одной плоскости, и таким образом у меня она не двигается в сторону, она двигается только вперед и назад Но вперед нам, по сути, не надо, поэтому мы используем только движение на себя Для того, чтобы ручник был съемным, я ничего туда не крутил, никакие саморезы Просто намотал побольше слоев изолента и на нее как бы накручиваю В итоге она там плотно достаточно сидит, и при этом ее в любой момент можно снять Так что вот такой вот простенький аксессуар, который поможет вам дрифтить Ну а теперь, собственно говоря, сама суть вопроса В чем именно он поможет нам дрифтить? И ручник, на самом деле, это весьма полезный функционал, который многие недооценивают Говорят, а что нафиг он там нужен, то есть я могу спокойно там поставить и без ручника, и ехать спокойно всю трассу без ручника Да, конечно, разумеется, ехать можно идеально и без ручника Но есть одна большая особенность Ручник помогает не столько вам ехать, сколько исправлять ошибки У ручника в основном два случая применения Первое, это когда вы оверстилите, второе, когда вы андерстилите Казалось бы, два разных понятия, которые абсолютно противоположны друг другу Но при этом мы используем ручник для того, чтобы избавиться от обоих этих эффектов Ну, в общем, если быть еще гораздо проще, ручник поможет нам корректировать угол Разберем ситуацию, когда вы разгоняетесь, ставитесь, но ставитесь не в достаточно большой угол В данной ситуации вам просто-напросто не хватит угла для того, чтобы вывезти машину У вас машина просто-напросто вылетит за траекторию трассы И, соответственно, на соревнованиях это либо сразу ноль Либо вообще встретите какое-нибудь препятствие и разобьете машину И, скажем так, если в игре на это пофиг, то в реальности это может быть весьма плачевно Вот тут как раз-таки нам и помогает ручник Если вы ставитесь в малый угол, ручником вы можете просто докинуть машину И уже в этом угле вывозить Да, это будет корректировка, но, по крайней мере, вы не вылетите с трассы И не разобьете машину И, может быть, вполне себе даже хорошо проедете Вторая же ситуация обратно противоположная Когда вы, к примеру, ставитесь слишком рано Либо ставитесь в очень большой угол В этой ситуации уже, конечно, все не так плачевно Вы в стену не врежетесь В этом случае вы просто пойдете внутрь Соответственно, не попадете по траектории, не попадете в оцениваемые зоны Что тоже на соревах очень сильно карается И может дойти до того, что вы вылетите с трассы, пойдя по внутренней траектории Что тоже непозволительно И в этой ситуации, как ни странно, нам тоже помогает ручник Если при постановке вы понимаете, что вы поставили слишком рано И если вы откроете газ, вы просто сойдете во внутреннюю траекторию Повисите немного на ручнике Либо кроковременно несколько раз прожмите Либо подержите его И потом только открывайтесь Благодаря ручнику вы просто соскользите на нужную траекторию И потом откроетесь и спокойно поедете Это вот были два совета, когда вы, к примеру, пытаетесь именно скорректировать свое движение Но от ручника есть еще дополнительная польза К примеру, если вы не умеете ставиться с флипа То ручник вам поможет встать сразу в нормальную траекторию Особенно, если вы едете на большой скорости Потому что на большой скорости вы можете поставить машину только флипом Либо ручником По-другому никак Ну, постановка на ручниках, как бы, все предельно понятно Просто подъезжаете, дергаете ручник и открываетесь Все, никаких проблем Ну и последняя вещь, для которой вам понадобится ручник И последняя она на самом деле не по значению Это именно парные заезды Этот пункт я оставил напоследок Потому что если вы все-таки смотрите этот кайт Значит у вас хреново с постановками И к этому вы придете еще не скоро Но, все-таки Когда вы к этому придете Когда вы придете к парным заездам Ручник вам понадобится обязательно Если, к примеру, лидеру ручник не особо нужен Он просто едет как на квалификации Держит траекторию, собирает клипы То вот чейзу без ручника удержаться за первым Будет весьма сложно И, скажем так, если удержаться Ему будет достаточно просто Потому что он будет быстро ехать А вот как раз-таки Поддерживать стабильную скорость Оттормаживаться Будет гораздо сложнее Все потому что Если вы будете ехать вторым И будете прожимать тормоз Тормоз будет очень сильно вас замедлять Если же вы будете ехать вторым Просто отпуская и нажимая газ То в данном случае Вы можете просто схватить зацеп И вас стабилизирует Вы, конечно, можете газом стабилизировать угол Но это будет такая рывковая езда Что вас будет носить то влево, то вправо То влево, то вправо И будете ехать вторым И постоянно вот корректироваться Ручник в этом плане гораздо эффективнее Вы просто отжимаете степление Прожимаете немножко ручник Буквально там мгновение У вас буквально там на пару километров в час Падает скорость И вы стабильно держитесь со своим противником В качестве обучения Если вам не с кем кататься Пока в парках Вы можете банально создать одиночную игру И там попробовать на повороте Просто прожимать постоянно ручник То есть едете на повороте Прожали, отпустили, прожали, отпустили И постараться держать стабильный угол На более-менее стабильной скорости Основной вашей задачей во время обучения Будет как раз-таки вот Синхронизировать свои действия Ног и руки Чтобы вы очень быстро это делали То есть прожимали степление Ручник Отпускали Снова газовали И опять прожимали степление Ручник Снова газовали И при этом чтобы у вас постоянно был Более-менее стабильный угол Ну а на этом все, друзья Я надеюсь, вам понравилось это видео И оно было вам полезным А если оно было вам полезным, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, колокольчики прожимайте Чтоб не пропускать новые видео А также стримы Не играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи, всем пока